Все свои. Это все свои, мы начинаем интервью с гостей, замечательный, прекрасный, интересный. Ольга Левкова сегодня у нас в гостях, расскажи, кто это нам? А это методистка Ленинградского зоопарка по образованию биолог. Ну, о чем сегодня будем говорить? Конечно же, о яйцах. И, как там сказала Ольга Левкова, кстати, доброе утро, Ольга. Доброе утро всем. А как сказала нам Ольга, яйца и яички – разные вещи. А ты, Роман. Так смеются биологи, вот, вот, они смеются, что яйца – яйца, и, собственно... А все остальное не имеет к куриным яйцам никакого отношения. Совершенно верно. И сегодня мы традиционно, конечно же, спросим вас, как и всех наших радиослушателей, яичница или глазунья? Глазунья. Глазунья все-таки. Моя сторона побеждает вот сейчас. И есть какой-то свой рецепт, вот, особенный? Ну, то есть ингредиент, приправа, может быть, надо поджарить сначала лучок, а может быть, нет, может, сухая сковородка должна быть, может быть, сало, масло. На чем? Вот как? Как говорят, кашу маслом не испортишь. На масле помидорчики, перчик и какое-нибудь мясо. А потом все яйцом. Ого, почти пицца. Почти идеальная просто блюдо. Хорошо. А какое яйцо самое большое в мире? Если бы говорить о размерах, то, конечно, страусиное. Почти 2 килограмма весом и около 20 сантиметров в длину. Ну да, действительно. Правда, на вкус оно ничем не отличается от куриного, но так, как по мне. А вот самое прочное чье? Наверное, тоже страусиное, потому что у него очень толстая скорлупа, до 2 миллиметров, иногда чуть-чуть больше. То есть баба с дедом били-били, разбить не смогли в сказке? Это все-таки курица ряба снесла страусиное яичко. Нет, не совсем, потому что смотря каким концом бить яйцо. Острый конец, он прочнее, а тупой он более мягкий, более такой непрочный. То есть есть какие-то такие хитрые стороны, когда вот в Пасху яйцами бьются? Да, нужно учитывать. Если хотите выиграть, то бейте острым концом. В любое место. Если вбок, то еще быстрее разобьете. Вот, Роман. А вы победитель в этой игре? 50 на 50. Все-таки тут случаи везения тоже дают себе знать. Мы, конечно, о яйцах знаем с бытовой точки зрения очень много, да, как нельзя его сломать, как, собственно, использовать его можно для приготовления. А вы вот с точки зрения биологии подскажите нам, почему, от чего и зачем эти яйца, ну, бывают крепкие, бывают некрепкие, от чего это зависит, ну, если можно, конечно, вот. Мы говорим именно о птичьих яйцах. А следующий будет вопрос, а кто еще? Там, кто еще несет яйца? Ну, зависит тогда от толщины скорлупы, от количества пор в этой скорлупе. И, в принципе, от формы тоже немножечко зависит. Вот здесь уже действуют законы физики, так же, как вот строение у нас арки, своды, они более прочные. Я физики не очень сильна, биологии больше, но вот такие есть всякие... Поддерживающие элементы. ...элементы, которые дают крепкость яйцу. А с другой стороны, птенец, который находится внутри, он спокойно разбивает эту скорлупу. Удивительно, да? Тоже благодаря такой форме. Ну, это инстинкты там какие-то. И вот у меня теперь сразу следом вопрос про других животных и автоматом вопрос. Вот, знаете, мы млекопитающие, потому что мы молоком вскармливаем своего потомства. А как эти ребята называются, которые, ну, яйцами, собственно, размножаются по планете? Яйцокладущие. А, вот, есть такое. Я человек-то неграмотный, у меня же в школе, знаете, какая оценка была, если бы еще в школу ходили. Вот удивительно, да? Вот вроде снесли яйцо, и оно там само по себе развивается. Вопрос, как оно ест, как оно, ну, пьет, наверное, так же, как и ест, и самое главное, как оно дышит. Оно же ведь закрытое. Если говорить таким биологическим языком, то это открытая биологическая система, потому что именно благодаря тем же самым порам туда не поступают бактерии или что-то другое, все защищается, но зато воздух попадает. И частично, ну, есть своя такая воздушная камера, куда все, что не нужно будущему птенцу уходит, а он там развивается именно благодаря тому, что мы любим яйца. Это сам белок и желток в основном, что мы едим. А теперь вопрос для тех, кто переживает и нервничает по поводу того, что он ест живое существо, когда жарит яичницу. Это же неправда? Это неправда. Все эти яйца, которые поступают нам на прилавок и потом в холодильник на сковородку, это неоплодотворенные яйца. Там из них никогда не получится цыпленок. А вот эти вот, я смотрел, простите, на одном ютюбе, есть такие сайты, ютюбы называются, и вот на одном из них один блогер взял перепелиные яички и вырастил птенца. Это вранье? Купил в магазине. Вот упаковку вот эту обычную, которую мы все знаем. Ну, возможно, где-то перепел там затесался или петух. Ну, вообще, на больших птицефабриках это, там, одни курочки, они несутся без помощи петухов. Или это частная какая-то ферма, где они разводят. Ну, всякое бывает. Но в большинстве своем из этих яиц никогда ничего не выложит? Никогда. У них не развивается. Ладно, если птицефабрика. А если, допустим, ты покупаешь домашние на рынке? А можно ли это делать вообще? Я же в райдере многих звезд, вот, допустим, София Ротару, когда была в Калининграде, просила яйцо с рынка. Но, очевидно, сельмы. По идее, все должны проходить санитарный какой-то контроль. И без него на рынок не должно поступать ничего. Ну, у нас всякие бывают лазейки. Но сейчас, мне кажется, это очень мало. И вся продукция такая вот. То есть те яйца, которые на птицфабрике, каким-то образом там эти зародыши убиваются? Нет, их просто не образуется. Просто не образуется. Просто не образуется. Вот так вот. А что образуется из яиц и потом радует нас в зоопарке города, мы узнаем уже после небольшой нашей паузы. Сейчас буквально пару минуток музыки. Ну, и мы вернемся к нашему интервью. Все свои. У нас в гостях сегодня биолог Ольга Левкова, методист Калининградского зоопарка о яйцах. О чем же еще можно поговорить в день яйца с биологом? Доброе утро еще раз, Ольга. Доброе утро. Здесь Роман Калина и Владимир Карис. Всем здравствуйте. Ну, и самый главный, самый важный вопрос, который интересует всех, и ответ на него однозначный, так и не найден. Что появилось первое, курица или яйцо? Скорее всего, все-таки появилась курица. Благодаря различным нашим эволюционным процессам. Когда-то это был какой-то пресс, мыкающийся. Но в один прекрасный момент из его яйца вылупилось. Ни то, ни другое дало начало будущей птичке, в том числе и курице. И следом вопрос. Сколько яиц появляется в Калининградском зоопарке? Ну, то есть, кто там их носит? А, кладет, да? Яйца кладущие же, да? Вот. Расскажите нам про зоопарк, и сколько там разновидностей вот таких вот ребят есть. Ну, в основном, в принципе, это все, кроме млекопитающих. Не-не-не, ну, может число какое-нибудь? Ну, примерно, или хотя бы перечислим, давайте, там, первую пятерку. Перепилы. Перепилы. Журавли. А, ну, если о птицах, мы сейчас бесконечно, да, будем? Их же там очень много. Да, много. Птицы. Рыбы. Пауки. А рыбы же тоже получаются. Да, и рыбы откладывают яйцо. Да, это яйцо. А крокодилы? Я вот никогда не видел крокодилов в Калининградском зоопарке, и вот когда был в последний раз, они, оказывается, есть? Они есть, к сожалению, они выставляются только в теплое время суток, года, потому что, ну, нет зимой возможности их показывать посетителям, и они отправляются на свои зимние квартиры, и там отдыхают от посетителей. А они активно размножаются в Калининграде? Крокодилы нет, у нас не размножаются, у нас пара одна, но она не хочет размножаться. Ну, такие child-free. Ну, потому что холодновато, наверное. И где-то квартиры выглядят, но интересно же, мы же никогда не увидим. Бассейн довольно большой, площадка для отдыха на суше, и, естественно, более теплое помещение и лампы, где они обогреваются. И людям это никто не показывает? Нет, это не показывает. Это там опасно. А, все верно. Вы сказали, что яйца кладут не только птицы, но еще и различные животные. А вот чьи яйца можно есть? А здесь опять вкус у кого какой. Ведь кто-то любит лягушек, змей, тараканов. В принципе, все они откладывают яйца, и их тоже можно есть. В Таиланде едят змеиные яйца, и говорят, они похожи по вкусу на картошку. А яйца крокодила? А яйца крокодила тоже, наверное, можно есть, но вот в каком виде? Может быть, их сварить можно. У них скорлупа мягкая оболочка. А, то есть это кожаная такая? Да, кожистая. Попробуйте только еще забрать у крокодила яйцо там. А, ну это уже вопрос, конечно, другой. Я про черепах слышал. Не знаю, правда это или нет. Опять фейк может быть, что черепахи в дикой природе подкладывают свои яйца рядом с кладкой крокодилов, дабы обезопасить свое потомство. Ну, потому что никто не подойдет к крокодилу, и, соответственно, к ее яйцам тоже не подойдет. Это правда или нет? Скорее всего, нет. Они очень безответственные родители. Вышли на берег, закопали куда-нибудь в ямку и ушли. А, то есть иногда просто так случается, совпадает, и люди сделали из этого миф. А вот сколько можно есть яйца? Бывают же спортсмены, ну, еще инакомыслившие люди, которые пытаются есть много яиц. Полезно это, может быть, бесполезно? Белок вообще яичный? Белок тоже очень полезен, и даже скорлупа полезна для человека в каких-то количествах. Можно я специально приготовив ее употреблять. Но, как говорят врачи, много их есть все равно не рекомендуется. Много белка яичного влияет на почки. Ну, а белок яичный действительно помогает строить мышцы? Да, там очень много незаменимых аминокислот, благодаря которым и строится мышечная система. Ну, я понимаю, конечно, что все это индивидуально, но вот среднему спортсмену в день вот сколько можно съедать, чтобы... Вообще, какие последствия? Аллергия, там, вы говорите, что-то с почками может случиться. Сколько можно есть яиц? Как говорят медики, я думаю, что каждый день по яйцу можно съедать. По одному-то? Ну, это обычному человеку. А спортсмены, они такой народ, могут все экспериментировать. Не, а что ты жалуешься? По одному яйцу. Три дня не поел яйца раз, и яичницу можешь на четвертый день себе приготовить из четырех уже яиц, собственно. Я хочу поговорить про Калининградский зоопарк. Вот, собственно, за кадром был вопрос озвучен у нас. А есть вообще города, где два зоопарка? Ну, то есть у зоопарка же никогда нет конкурентов, ну, ни в одном городе. И понимаете, что наша гостья рассказала нам, где есть? Расскажите нашим слушателям, где это два зоопарка в одном городе существует? Такое интересное место — это город Берлин. В бытности его существования как восточного и западного, ГДР и ФРГ, в каждой части Берлина был свой зоопарк. После объединения стал один зоопарк, но также он разделен, ну, две части его. Ну, теперь общее название — Берлинский зоопарк. Просто два филиала. Ну, классно же. А Калининградский похож на берлинский? Некоторые строения исторические, они действительно похожи, потому что строились в начале прошлого века по определенному такому образу. Карл Хагенбек внес свой вклад в эти вольеры, в экспозиции. И, в принципе, многие немецкие зоопарки, вернее, наш зоопарк напоминает те берлинские, ну, немецкие зоопарки. Вот когда я водил в наш зоопарк своих заграничных друзей, они были удивлены тем, что там чисто хорошо, красиво. Ну, нам вручили такую бумажку, где написано «Маршрут от яйца». Мы почему-то не успели. И вот очень интересно узнать, что это такое. О чем рассказываете? Вдохновившимся нашим слушателям, которые с этого дня будут изучать яйца, расскажите, как поизучать их в Калининградском зоопарке? Ну, наверное, самый простой способ — это действительно прийти в зоопарк, взять на входе буклетик и по нему пройти интересный маршрут и узнать, ну, не всё, но очень много о яйцах не только птиц, но и всех животных, которые их откладывают. Об их формах, размерах, полезности и даже мифы об этих удивительных частях организма. Как яйца? А самые удивительные яйца? Вот, знаете, бывают такие словосочетания, ну, приличные, неприличные, но они же есть ведь, у тебя глаза, как яйца у дрозда, то есть имеется в виду синие, допустим, да? Голубые, они действительно у дрозда голубые, он откладывает голубые яйца. Вот, то есть, смотрите, а какие самые удивительные, вот по цветам бывают яйца, особенно в Калининградском зоопарке, что можно увидеть? В Калининградском зоопарке, наверное, яйцо Эмму, оно такого красивого изумрудно-синего цвета. Эмму. Запомнил? Эмму. Эмму, эмму. Запомнил, пойдешь и посмотришь. А еще у нас будет пара минуток общения с нашей гостьей уже во время игры, ну, а наше интервью на этом заканчивается. Вам спасибо огромное. Ну, и, собственно, вы можете пригласить всех-всех-всех в зоопарк. Вот, собственно, вам секунды. Большое спасибо за встречу. И приглашаем всех жителей Калининграда, а также гостей в наш удивительный и неповторимый зоопарк. Спасибо. За несколько минут мы подготовим игру, и после рекламы уже с нашей гостьей сыграем в ней. Все свои.